Друзья, здравствуйте! Доброго времени суток! Всех рад приветствовать! Ваше здоровье! Дня два не выходил на связь, но сейчас это восполним. Нормалек. Давайте дальше продолжим по поводу линтеров. Посмотрим следующую пачку, следующие пять штук и так далее. nl-return, смотрите, nl-return, это у нас такой линтер, который говорит, что перед ретурном должна быть пустая строчка. Вот. Для читаемости, для удобства и так далее. Не знаю, насколько это хорошо, иногда бывает ситуация, например, у вас функция, допустим, три строчки, да, там, ну, блин, две рядом, и, блин, третий ретурн ставить отдельно особняком, чуть-чуть не вариант. Иногда я веду к тому, что хочется, чтобы, ну, все-таки как-то компактно было, была какая-то некая компактность. Но тут дело вкуса, то есть, зависит от команды. Если в команде договорились так, то, соответственно, значит, принимать. Наподобие, есть еще ситуация такая, когда между функциями должна ли быть пустая строчка, либо нет. Это такие тонкости, да, перфекционизм, как еще его назвать там, ну, и так далее. По большому счету, это как бы лучше, конечно же. То есть, понимаете, есть некая, одна концепция, и все, и все-таки как бы этот, на одной волне. А если сейчас кто-то начнет так, сяк, там, и так далее. В IDE еще поставить 4 табуляции, там, 4 пробела в одной табуляции, и так далее. Вот эти вот разношерстные там темы просто получается. Представьте, да, еще ситуацию, смотрите. Как бы у вас настроено, у соседнего, так сказать, коллеги тоже настроено. Вы такие раз, работаете, работаете. Это еще ладно, Гошка, худо-бедно, там, этот, из-под коробки свой формат уже предоставляет, там, основной. По сравнению с другими языками. Вот, и этот, и получается, вот, и вы условно открыли у себя, да, редактируете код. Раз, допустим, автоформатирование там настроено, ну, вдруг у вас есть там, горячие клавиши нажали, автоформатирование сделали, и раз у вас там табуляции сдвинулись, либо что-то еще, если это не предусмотрено, если это не настроено, то, получается, условно, вы взяли и все строчки, когда закоммитите в гид, да, где-то изменение, у вас, получается, изменение не в том коде, где вы сделали прям реально, где игла в стоге сена была, а вы взяли, условно, все там поменяли, что-то там, блин, а вот конкретно, где была проблема, это не будет видно, вот. Поэтому, конечно, вот этот код стайл все-таки важен, прямо пропорционально количеству людей и утверждению кода стайла, вот. Прям, прям отдельный должен быть документ в конфлюнити, там, прям написано, вот так, вот так делаем, вот так, вот так. Ну и все это, из команды в команду, то есть будьте к этому готовы, придете сюда, свои правила, придете туда, там, свои правила, и это, по идее, оно, это, оно, по идее, поначалу непривычно, да, но потом просто привыкаешь, там, условно, через недельку-две уже привыкаешь. Вот мне тоже с этим приходится, там, сталкиваться, ну, но я, допустим, держу мысль, я как бы знаю, ну, ладно, там, чуть попарюсь сейчас, привыкну, типа, то есть, я, например, уже подготовлен, ну, так, 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 там. Главное, знаете, главное вот это увидеть, стараться общую картину, ну, так, ну, с контекстом, ну, без контекста, ну, как бы, ну, так-сяк, но главное видеть эту общую картину, то есть, некий, вам компания платит бабки, вы делаете функционал, он быстро залетает, и быстро используется, и вы побеждаете тем самым конкурентов, которые, например, будут мяться где-то, вот эту картину видеть, а там этот пробел сюда, пробел туда, ну, главное вот понимать вот этот момент, ну, боксинг, так-так, там, ничего страшного, главное вот давай фичу залили, все, полезные действия, КПД пошло, как говорится, вот так, новое, конкурентам стали побеждать в какой-то там степени, и вот так, вот так, шаг за шагом, в этом является плюс, вот, я к этому веду, так, ну, давайте, что у нас сейчас, запустим, NL Return, ну, вот, вот здесь, в общем, да, так, так, здесь, так, ноу-контекст, смотрите, ноу-контекст, это при сетевых запросах, он это говорит, кстати, я вот тут все-таки покопался и посмотрел, ну, ладно, контекст, не контекст, там, и так далее, и, как мы знаем, вот смотрите, как мы знаем, сетевой запрос отменить нельзя, то есть, вы, условно, его послали, все, сервер на той стороне может, если у него ограничения нету, сколько обрабатывать приходящий запрос, если у него прям не стоит, он может безлимитно, допустим, держать вот этот, вот этот коннект, все, если Nginx, не помню, в Nginx вроде было такое, либо, да вот, например, там, в PHP, да, допустим, там все-таки тоже есть там, условно, лимит этот максимальный, 30 секунд, а можно свой выставлять, конечно же, на стороне сервера, а также можно выставлять на стороне клиента, вот, ну, тут тоже, тут, знаете, как бы, вы запрос послали, и на клиенте, к примеру, отменили, но это не означает, что на серваке, там, короче, отменилось выполнение задачи, понимаете, условно, все, сигнал, сигнал на работу какой-то задачи, сервер получил, допустим, я не знаю, допустим, там, миллион записей взять и пройтись по каждой, и что-то, допустим, изменить, и в базу, там, к примеру, записать, теперь вы этот, теперь вы, смотрите, вот так, на серваке поставили, к примеру, 3 секунды, да, там, ожидание на клиенте поставили 2 секунды на получение ответа, теперь клиент подкидывает данные, теперь миллион записей, все, команда, это, взялась во внимание и начинает работать, то есть, смотрите, 2 секунды она, допустим, поработала, миллион записей взялись, начинается обработка, теперь клиент ничего не получил в этот момент, теперь клиент разрывает это соединение, все, это вот разорвал, и, ну, там, с ошибкой, да, какой-то, типа, там, какая-то там, теперь 3 секунды на стороне сервера, раз, проходят, теперь сервер прекращает это соединение, ну, это клиенты теперь нету, чтобы, короче, повестить его, все, значит, это, условно, не это, ну, в никуда там уходит, ну, а работа на сервере осталась, то есть, вот эти миллион записей, пройтись, обновить, это, конечно же, нужно, то есть, там будет это работать, вот так, ну, вот, примерно такая, короче, картина, в общем, для понимания, вот, теперь, смотрите, а вот этот контекст, он как раз и позволяет этот, ну, и все, просто дает возможность, короче, отменить соединение, а также получить информацию о трассировке данных, вот, до трассировки еще тоже дойдем, трассировка, условно, там, знаете, там свои метки делаются, метки и, наверное, еще какие-то там данные есть, вот, телеметрия, вот, она как раз про трассировку, кто послал запрос, как глубоко, по иерархии оно зашло, где что вызвалось и так далее, в общем, она вот это дает картинку такую, ну, и все, ладно, давайте, тут что-то заболтался я, вот так, запрос посылаем, там, на Яндекс, к примеру, вот, вот здесь, видите, но контекст, все, допустим, вот, если так по большому счету взять полезно, не полезно, все-таки, я думаю, полезно, то есть, нормально, вот это наличие контекста, это фигурирует в других языках, особенно в андроиде, я там помню, там это, там без контекста, ну, никак, там надо знать, кто родитель, где ты, где, кто это, кто родитель, и, как бы, ты вот, ну, там, короче, с контекстом надо постоянно, вот так, там про iOS уже забыл я чуть-чуть, ну, может быть, тоже, там, в общем, но в этом, конечно, в этом нету, знаете, где нету, там, в ангуляре, там, что-то такого там нету, я что-то не припомню, прям, и в PHP, что-то там, я прям не припомню, что такое было, может, там нету, может быть, там по умолчанию он, может быть, уже встроен, там, вот так, так, все, и давайте вот здесь вот сетевой запрос, ну, и все, вот, регвест, есть регвест вот такой, без контекста тоже, но есть контекстом, нет, смотрите, вот этот контекст, он, кстати, знаете, чем, вот сюда, вот в этот контексте, текст можно засунуть информацию. Потом есть, к примеру, middleware, вот эти посредники, да, и вот когда посредник до посредника дойдет, допустим, до посредника, и вот этот посредник с контекста выводит информацию. К примеру, о трассировке. Вот так. Поэтому здесь говорится про трассировку. Он выводит информацию. Этот телеметрия свои данные там накидает туда, middleware там раз подхватит, потом вытащит все данные про трассировку, да, допустим, и к себе там куда-то запишет, ну, на какой-то дашборд где-то отображается, в общем, вот так. Типа так она работает. Ну все, а вот так с контекстом проблем нет. Так, дальше давайте NoLintLint. Ну, смотрите, вот это тоже интересный линтер. Он подскажет, где используется неправильный NoLint. Вот, допустим, смотрите, в этой строчке я сказал, ну, неверный Nil-Nil, да, поставил, то есть это другой совсем NoLint. И вот он не к месту. Все, и поэтому на него ругается. Вот так, то есть не к месту. Тоже хорошая тема. Код редактируется туда-сюда, там и так далее. Там иногда бывает. Туда-сюда, в общем, что-то там осталось, укоротилось, сузилось, там, я не знаю, вот так вот, раз-раз, что-то да осталось. И вот как раз он проверяет. И типа говорит, а что-то это не к месту, братан, давай, убирай. Тоже хорошая тема. Так, NoNameReturns. Вот это тоже. Мы ранее уже была наподобие функция. Сейчас. Вот это NakedResult. Naked. Голая функция, помните? Ну, короче, там вот, в общем, блин, сколько там, дней пять назад. Naked. Типа возвращать голую функцию, а не такую. Но там, в общем, они похожи. Вот. А NoNameReturns вот как раз ну, вот и говорит, типа, этот, ты безмянные результаты, типа, возвращай, короче, а не такие результаты, сразу именованные. То есть, условно, сразу функция создала, сразу создалась переменная А, поэтому она говорит, этот, переопределяем. Она тут пустая. Вот. И сразу переопределяем. Можно вот так. Вот он вот тут вот говорит, вот с такими параметрами не надо. Там ранее в линтерах я вот вам показывал, что в нем есть такая проблемка. Понимаете? Вот я тоже, ну, неоднократно в видосах там функция. Блин, надо все проверить. Давайте, блин, проверим сейчас. Вот в этом проблема. То, что ретурн и вот этот результат он присвоит, полагаю, насколько помню, вот этой А присвоит вот так и в дефайне уже будет, короче, не не 0 а будет 0.1 вот так в дефайне а потом туда добавится и в конце концов 0.1.2 должно получиться. Вот так. По поводу вот этих типов как и ранее в видосах я тоже говорил, то, что этот в Гошке так принято, что по умолчанию условно у типа того или иного по умолчанию уже значение есть. У цифр это условно 0 у флоата там 0 там точка 0 у стрингов там пустая строчка и так далее в общем. И все. Вот смотрите, первый вариант пустая строчка. Вот здесь вот теперь второй вариант тут создали 0 теперь функция взяла и изменила и в дефире мы получаем уже, как видно, 0.1 видите, вот в этом вот и прикол есть. Теперь мы взяли это подменили и в итоге возвращается и в итоге возвращается ну вот этот и в итоге возвращается 0.12 чуть-чуть конструкция сложная то есть бывают исключения там повторюсь ранее тоже я про это говорил бывает, но говорю, лучше стараться так не делать ну в общем 95% без этого в 5% может быть там да ну все, едем дальше едем дальше смотрите, а no s print хост порт по сути линтер вот он можно соединять же так вот конкатенацию строк допустим делать и вот так и если линтер видит что неправильное использование вот этот s print к url хост порт то тогда он поругается вот смотрите если ну так мы используем localhost 1000.4 адрес все ну то есть блин, о чем он тут говорит елки-палки тэп чайку хорошо, что предупредил так кстати вот знаете, вот по поводу вот этих именованных я все-таки встречал ну таких программистов которые предпочитают именно такой вид короче, обработки блин, на мое удивление то есть они в основном делают так то есть ну не наоборот это трэшбул я чуть удивился ну так ладно вот здесь localhost но вот стоит https и вот тут как раз он поругается видите, он говорит хост и порт в url должен быть сконструирован там с другим пакетом да и не используется напрямую через sprintf вот так то есть надо уж если вы конструируете url то надо через там предложенный вариант по-другому делать вот так а не так вот этот там по большому счету с print он больше как это для для конкатенации то есть некой генерации строчек у него такая суть то есть те же самые url вот есть пакетом url сейчас блин там короче он этот он короче конструируется прям values вот вот этот values по-моему ну короче прям это конструируется гуэри там и так далее все там этот подкидывайте туда порт схему схему там домен порт url хэштеги сам пас как бы путь и так далее прям конструируете там вот я бы через нее бы делал то есть она удобная прям это и прям предназначена для для этих конструкций вот это пас отдельно задать вот это все там задается схема все задается и так далее прям нормально вот а потом типа а потом типа вы там генерируете да типа в строчку там в итоге раз потом сгенерирую строчку там И раз он тут собирает этот URL-адрес Вот так Ну как-то мы дойдем до этого Ну такие дела Такие линтеры на сегодня И заметки И примечания Ладно, друзья Желаю всем всего хорошего Приятного использования Данного кода, данных линтеров До свидания Субтитры сделал DimaTorzok